МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деятельность агентства направлена на реализацию первого направления формирования профессионального государственного аппарата плана нации «100 конкретных шагов». С переходом на карьерную модель в два раза снизился уровень сменяемости на госслужбе, что обеспечило сохранение институциональной памяти и снижение оттока квалифицированных кадров. С начала года на первичные ступени госслужбы поступили почти в три раза больше человек, чем в 2015-м. В результате внедрения принципа поэтапного карьерного роста на состязательной основе больше 90% вакантных вышестоящих должностей заняли действующие служащие. Число вне конкурсных переводов сократилось более чем в 21 раз. Для сбалансированности, открытости и конкурентоспособности привлекаются специалисты из квази-государственного и частного секторов. Предусмотрена возможность привлечения зарубежных менеджеров. В агентстве и территориальных подразделениях опробирован пилотный проект установления надбавок к зарплате по результатам работы за квартал. Создана единая система обучения за счет создания филиалов Академии Госуправления. Обновлены программы обучения в магистратуре и докторантуре, основанные на компетентностном подходе. В рамках проекта «Цифровая академия» создаются максимально комфортные условия для обучения. Закуплено свыше 2000 единиц техники, программного обеспечения и мебели. Впервые проведена комплексная аттестация всех госслужащих корпуса Б, по итогам которого определены компетенции каждого госслужащего. До конца года ее пройдут сотрудники заграндип-учреждений. На 240 единиц оптимизирован корпус А. К нему отнесены госслужащие, имеющие право самостоятельного принятия управленческих решений. Проведен отбор в кадровый резерв корпуса А согласно новым условиям. За тестированием наблюдали депутаты, представители общественности. Из 490 участников тестирования пороговое значение преодолели 73 кандидата. К зачислению в кадровый резерв рекомендовано 67. Впервые в преддверии празднования Дня госслужащего проведен республиканский конкурс лучшей государственной служащей страны. Победителей наряду с руководителями центральных государственных органов определяли депутаты парламента, представители общественности, ПРООН и НПП Атамикен. 12 лучших госслужащих участвовали в приеме у главы государства. В 2017 году тестирования в Центре управления персоналом прошли 169 362 человека. 67 тысяч для аттестации в корпус Б, 40 тысяч для поступления в правоохранительные органы, 59 тысяч на государственную службу. Для обеспечения соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о госслужбе к консультировании указом главы государства введена должность уполномоченного по этике в центральных и местных исполнительных органах. Проведено 135 заседаний Советов по этике. На них рассмотрен 881 вопрос. К дисциплинарной ответственности за проступки, дискредитирующие госслужбу, привлечены 169 служащих. 166 понесли ответственность за нарушение Этического кодекса. Проводится мониторинг соцсетей. Изучены 54 745 личных страниц госслужащих. Выявлены 2348 фотографий, 21 видео и 46 комментариев, способных вызвать критику. К ответственности привлечены 277 человек. Для соблюдения трудового режима организованы выезды в госорганы. В Министерствах по инвестициям и развитию, юстиции, здравоохранения и энергетике внедрена система электронного учета времени. В 18.30 там автоматически отключаются компьютеры. В результате снижается число необоснованных задержек на работе. Реализуется проект «Общественный контроль» методом «Тайный покупатель». Проведено 718 визитов в госорганы. Выявлены 758 фактов нарушений. 7 фактов работы помогаек. В 24 организациях создавались искусственные препятствия. В 59 не соблюдался график работы. Приняты меры для снижения административных барьеров. В спецзоне Астаны интегрированы серверы налоговых органов и административной полиции. В первом полугодии 2017 из 87,2 миллиона услуг 47% оказано электронное. 24% через корпорацию «Правительство для граждан». На две трети минимизирована бытовая коррупция. Поступило 468 обращений по вопросам оказания госуслуг. Чаще всего жалобы поступают на качество оказания услуг в сфере земельных и жилищных отношений, а также социальной сфере. В сентябре завершено председательство в Межгоссовете СНГ по вопросам противодействия коррупции. Важным результатом председательствования Казахстана стало подписание главами государств Сочи Конвенции стран СНГ по противодействию коррупции. Впервые в адрес главы государства внесен национальный доклад по противодействию коррупции. В адрес 276 госорганов и организаций внесено 2250 рекомендаций по устранению коррупционных рисков. Исполнено 1924. 86%. Для объединения усилий вокруг идеи всеобщего неприятия коррупции на площадке агентства проведен ряд широкомасштабных мероприятий. Круглый стол с участием религиозных объединений на тему «Духовность и нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции» 24 февраля. Первый конгресс гражданских инициатив по вопросам противодействия коррупции 15 марта, давший старт реализации пяти антикоррупционным проектам. Телемост вузов на тему «Политика академической честности» в контексте управления университетом 17 марта. По итогам данного мероприятия Министерством образования и науки прорабатывается вопрос об утверждении Кодекса академической честности во всех высших учебных заведениях стран. Круглый стол с участием членов Ассамблеи народа Казахстана на тему «Всеобщее неприятие коррупции», «Залут единства и стабильности». Проводится информационная кампания по формированию антикоррупционной культуры. Больше 70% респондентов поддерживают ее дальнейшее проведение. В рамках формирования антикоррупционной культуры созданы 6391 добровольных школьных клубов «Адал-Урпак». Проведен республиканский конкурс для представителей СМИ на лучшие журналистские работы на антикоррупционную тематику. В рамках программы «От двери к двери» в квартиры казахстанцев вместе с квитанциями по оплате коммунальных платежей доставлено более 17 миллионов антикоррупционных листовок. А в местах общественного скопления распространено более миллиона 600 тысяч плакатов и памяток. Установлен 1271 баннер. Проведено 144 пресс-конференции и брифинга. Опубликованы 6425 статей на антикоррупционную тематику. В интернете размещено 12 544 публикации. Выпущено 2514 телесюжетов и 2023 радиопередачи. Организована трансляция антикоррупционных видеороликов по 28 телеканалам и аудиороликов по 11 радиостанциям. В 113 вузах впервые внедрена элективная учебная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры». Для различных целевых групп проведено 6508 разъяснительных встреч с охватом 467 747 граждан. Совместно с Федерацией профсоюзов реализуется кампания «В будущее без взяток вместе». В рамках кампании антикоррупционным просвещением охвачено 3344 трудовых коллектива или порядка 460 тысяч человек. Реализуется проект «10 шагов по снижению коррупции на дорогах», инициированный первым антикоррупционным медиа-центром. Совместно с общественниками проведено порядка 150 рейдов, в рамках которых выявлено около 200 нарушений. Более 800 граждан получили квалифицированные консультации у общественных омбудсменов. Деятельность антикоррупционной службы направлена на защиту интересов общества и государства, обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания за коррупцию. Принятыми мерами выявлено свыше 2000 коррупционных преступлений 2237, за совершение которых к уголовной ответственности привлекаются 946 лиц. В своей деятельности нацбюро ориентировано на пресечение системной коррупции с разоблачением всей цепочки незаконной деятельности, от исполнителей до организаторов преступлений. Выявлено 89 фактов системной коррупции. Установлено 257 лиц, состоящих в преступных группах. По отдельным уголовным делам к ответственности привлекаются целые группы от 15 и более лиц. Так раскрыта преступная схема получения взяток, организованная председателем Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Нурабаевым. Всего по делу привлекается 19 лиц. Общая сумма полученных взяток составила порядка 130 миллионов тенге. Особое внимание защите бизнеса. С начала года защищены права 190 предпринимателей. Выявлены 269 фактов. Изобличено 181 должностное лицо. 86 осуждено. В текущем году государству возмещен ущерб, причиненный коррупционными действиями, на сумму 7,5 миллиардов тенге. Всего с 2015 по 2017 годы возмещено около 22 миллиардов. Масштабность этой суммы можно сравнить с расходами на строительство 14 школ или 73 детских садов, либо 13 больниц. Одна из раскрытых схем – искусственное увеличение стоимости лекарств в рамках бесплатной медицинской помощи. В настоящее время расследуется антикоррупционной службой. К уголовной ответственности привлекается председатель правления СК «Формация» Касаткин и руководители компаний-поставщиков. Результаты анализа в рамках данного уголовного дела внесены на имя президента Республики Казахстан. Всего же проведено более 10 анализов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства дорог, земельных отношений, физкультуры и спорта, геологии и недропользования, экологии, госсаудита и в квази-государственном секторе. Результаты учтены при разработке 8 законов, более 30 подзаконных актов, 8 стандартов госуслуг. Растет число обращений в колл-центр, что является результатом повышения доверия граждан и показателем постепенного изменения общественного сознания. Во исполнении поручений главы государства, данным в рамках плана нации «100 конкретных шагов», деятельность агентства в предстоящем году будет направлена на обеспечение реализации следующих задач. Осуществление координации под программы программы «Рухани Женверо». Впервые, согласно закону о государственной службе, будет подготовлен национальный доклад о состоянии государственной службы в Республике Казахстан. В 2018 году на базе агентства «Экимата» города Астаны в пилотном режиме будет оправирована новая система оплаты труда по результатам. Должностной оклад, постоянная часть, будет оплачиваться в зависимости от сложности возложенных задач на должность. Бонусы – переменная часть, в зависимости от эффективности и результативности самого работника. Новая система не привязана к занимаемой должности, и сотрудники, выполняющие сложные задачи, могут получать зарплату выше, чем у руководителя. Размер зарплаты будет определяться в сравнении с референтным рынком труда. Новая модель оплаты труда обеспечивает конкурентоспособность размера оплаты труда и внутреннюю справедливость. В рамках программы «Цифровой Казахстан» будут приняты меры по формированию комплексной системы мониторинга качества госуслуг, а также интеграции информационных систем госорганов для максимальной автоматизации процесса их оказания. Будет проведена работа по оцифровке сведений о гражданах и объединение их в единую базу данных, в которой необходимая информация будет запрашиваться и предоставляться в режиме онлайн. Перевод 90% госуслуг в электронный формат и оставшиеся в госкорпорацию позволят минимизировать бытовую коррупцию в этой сфере. Разработка проекта плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике. Продолжится реализация проекта «Цифровая Академия». Все это позволит еще более укрепить доверие к государственным органам, повысить качество государственного администрирования и усилить эффективность государства. Продолжение следует...